На восходе солнца мы двигаемся в сторону турецкой границы с ИГИЛом. Для того, чтобы лучше увидеть территорию, контролируемой ИГИЛом, мы проходим через старое кладбище. А на той стороне уже прогремел бомбовый взрыв. Здесь линия фронта. Всего в 200 километрах отсюда та часть территории Сирии контролируется ИГИЛом. Турецкие солдаты здесь находятся в состоянии полной боевой готовности. Нам сказали, что этот воздушный шар оснащен камерами наблюдения. В некоторых местах только узкая дорога разделяет жителей этой турецкой деревни и сирийцев под контролем исламского государства. В начале своей военной операции в Сирии Россия заявила, что ее целью является борьба с ИГИЛом. Однако сирийские оппозиционные группировки, как религиозные, так и светские, говорят нам о том, что Россия бомбит их позиции. И таким образом помогает ИГИЛу завоевывать новые территории. Турецкие солдаты расположены по всему периметру этой границы. Нападение со стороны ИГИЛа может произойти в любой момент. Некоторые участки границы заминированы. Один из высокопоставленных военных руководителей сирийских повстанцев, бывший полковник сирийской армии, показал мне районы, которые его люди потеряли в течение двух недель российских бомбежек. Обученный российскими военными инструкторами, полковник Акаид негодований от того, что Россия, которая, по его словам, была другом сирийского народа, теперь стала его главным врагом. «Сирийских граждан убивают российским оружием. Российские танки, ракеты, ПВО – все это используется для уничтожения нашего народа. Я не говорю здесь о россиянах, речь идет о правительстве России, которое поддерживает криминальный режим. Если бы Запад нас поддерживал, мы бы свергли этот режим три года назад. Российское правительство лжет, так же, как и российские СМИ. Мы получаем очень небольшую поддержку со стороны Запада, и этого недостаточно, чтобы избавиться от режима Ассада». В интервью российскому телевидению президент Путин сказал, что цель России в Сирии – стабилизировать легитимную власть для создания условий политического диалога. Другими словами, Россия будет поддерживать только одну сторону этой сложной гражданской войны – президента Ассада. «Россия не имеет права принимать решения за сирийский народ. Нас еще в школе учили тому, что люди должны сами решать свою судьбу. Но Россия пришла для того, чтобы подавлять сирийский народ. Россия должна стоять вместе с нами и помочь нам выбрать тех лидеров, которых мы хотим, и помочь нам решать нашу судьбу. Только таким образом Россия сможет завоевать наши сердца». «Это мнение разделяют и сирийцы, которых я встретила на востоке Турции. Мысль о том, что Башар Ассад останется у власти, недопустима для тех, кто потерял все в этой войне». «Лидер, который убил столько людей, не имеет права оставаться у власти. Его нужно казнить. В чем виноваты те сироты, которых оставили умирать под обломками детского дома? ИГИЛ и сирийское правительство – это одно. ИГИЛ уйдет, когда уйдет Ассад». Шахид Икуб, Ник Стердик, Каркамыш, Газантеп, Турция. Шахид Икуб, Ник Стердик, Карамыш, Газантеп, Турция Э卡пика Продолжение следует...